Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Сегодня 11 ноября. Вот так вот всё небо затянуто точками. Да даже это не точки. Вообще сплошная серость. Вчера какой денёк был и сегодня. Небо и земля. И я вышла в огород. Я уже с 9 часов в огороде. И вскопала одну часть земельки. Был комментарий. Лена, уже ноябрь месяц, а у вас земля не копана. Это просто жесть. Друзья, конечно же жесть. Но дело в том, что из-за дождей не было возможности вскопать землю. Вы думаете, что я бы её не вскопала? Потом был комментарий. Вы помните, сколько вы в том году копали землю? Типа это же долго. Друзья, в том году я не только копала землю. Я очищала её от сорняков. Если помните, я ходила с ведром, в ведро убирала чистотел, собирала урожай и вскапывала. И вот так потихонечку шла рядочками. Я, наверное, копала недели две точно. И в том году в это время было сухо и земля была такая, ну, лёгкая, несмотря на то, что заросшая вся сорняками в основном чистотел был. Да и щерицы много было, полынь, всё было. Вот. Но она была лёгкая. А в этом году, видимо, дожди её всю забили. И копать было очень сложно. Но я сейчас вам покажу эту делянку. Я её вскопала буквально за... Сейчас скажу. Вчера вот я пришла, загрузила видео и пошла в огород. Светило солнышко. Я прокопала полтора часа. С... В общем, полтора часа. С полд... Одиннадцатого, по-моему, до двенадцати. Пошла в дом, приготовила кушать. И вечером уже в четыре отдохнула. Я устала с непривычки. Знаете, как тяжело. Спину ломит, всё болит. Вот. И где-то в четыре вечера уже так смеркаться начало, ну, темнеть. Я ещё часок до пяти поработала. В пять уже темень стоит у нас. Вот, считайте. Два с половиной часа вчера. И сегодня вот три часа. То есть, получается, что пять с половиной часов всего нужно, чтобы вскопать вот этот участок земли. Я сейчас вам его покажу. Так что здесь всё очень быстро. Когда земелька чистая, то и всё это быстро делается. А когда, конечно, сорняки очисти, вскопай, унеси сорняки, опять очисти, вскопай и так далее. Сами понимаете. Конечно же, я бы её давным-давно вскопала. Я пыталась копать, когда шли дожди. Это невыносимо. Земля липнет на вилы. В общем, это ужасно. Вчера тоже всё липло, но уже не так. Уже, видимо, ветра как-то всё это дело немножко подсушили земельку. Вот. Сейчас покажу вам этот участок. Вот сейчас пройдём. Покажу, что я копала вот здесь. Видите? Вот такой маленький-маленький клочок. Я, наверное, копала несколько дней. Потому что было очень-очень сыро. Очень сыро было. Потом я на это дело плюнула и решила, если будут дожди и до декабря, я не смогу вылезти сюда в огород. Значит, до весны, весной купим культиватор. Мы его всё равно купим по весне. И тогда весной прокультивируем. Ну вот, денёчек выдался. Посмотрите, какую делянку я выкопала. Сейчас я вот до конца не выкопала, а вскопала. Пройдусь, и вы увидите. Когда земля чистая, это одно удовольствие копать. Видите? Здесь вот маленькую оставила полосочку. Ну, чтобы ходить, здесь уже ничего и не посадишь. А может, и её потом вскопают. Ну, основная площадь вскопана под картошку. Также посажу здесь тыквы. Вы мне там писали, друзья, что надо менять, ну, как бы, места посадки. Картошка в другом месте на следующий год должна быть. Я знаю об этом. Ну, посмотрим. Вообще, когда я жила на Украине, мы не меняли. У нас не было такой возможности. И сажали всё в одно и то же практически на том же самом месте. Я думаю, что если два года подряд посадить так же, вот, на следующий год здесь картошку, ничего страшного не будет. Да. Что я ещё делала? Во-первых, я тут себе ещё на жарёху накопала картошки. И, видите, вот эти мешочки по вашим же рекомендациям, друзья, спасибо вам большое. Вы мне подсказали, что вот эта известняковая доломитовая мука, это вот как раз от проволочника или ещё этого вредителя называют дратянка. Вот. Вот как раз вот в этом месте, вот прям клочок, вся картошка у меня была поедена этой дратянкой. Дальше было всё хорошо. И Лёшек покупал вот эту доломитовую муку. 10 пакетиков. Они, по-моему, 4 килограмма. И я просыпала рядочек этой мукой. Она такая, ну, светло-коричневого, бежевого цвета. И прикапывала. Вот даже видно её здесь. Где-то прикопалась, где-то не прикопалась. Вот она. И, конечно же, всё, почти всю муку я высыпала вот в это место. И так вот, чередуя рядочек, прокопаю два, высыпаю муку. Прокопаю, высыпаю. На следующий год, хоть здесь и написано, что я тут вычитала, что её надо раз в 5 лет всего лишь эту процедуру делать, просыпать. Но мне кажется, ничего страшного не будет, если я на следующий год вот всё просыплю вообще везде. Потому что проволочник, это, конечно, беда. Чувствуете, как это? Ветер поднялся. Сегодня приезжает Лёшек. И вообще он ехал, ну, конечно, хотел помочь вскопать огород. Я бы с удовольствием приняла эту помощь. Но дело в том, что вот вчера было солнышко, а сегодня дождь. И уже, вы знаете, так повелось. Как только Лёшек приезжает, идёт дождь. Я не стала рисковать. Вот вчера было солнышко, и я пошла сразу же вот это всё дело копать. Короче, денёчек. Денёчек, если так с утра и до вечера с перерывом на обед, то денёчек всего нужен, чтобы вот здесь вскопать вот этот клочок. Вот. Ну, а если завтра не будет дождя, Лёшек сегодня вечером приезжает, можно сказать, уже темно будет, да не можно сказать, а будет темно, где-то в 9 вечера. Завтра выйдем вот здесь, прокопаем. Здесь уже, намного уже. Здесь вообще просто, я не знаю, на полденёчка, если вдвоём выйти, то на полденёчка здесь вот хватит вскопать. Вот. На два дня он приезжает. Удалось ему, ну, как бы, что-то там как-то переставить выходные. Два дня всё-таки это не один день. Вот. Если не будет дождя, конечно же, будем копать. Я копала, кстати, друзья, старыми вилами. Всё-таки раньше делали инструмент лучше. Эти вилы, они вон все погнутые. Вот одна штучка, да? Ну, и не копать легче мне было. Сейчас сделаем так. Вот так. Чем торнадиха? Сейчас объясню, почему. Расстояние между вот этими зубьями в вилах, этих старых, больше. И не так липнет земля. Торнадиха вот эта, тоже хорошая вилы. Вот они. Ну, вы видите, какое здесь расстояние между зубьями. Поменьше. И сразу больше липнет земля. Конечно, когда земля, ну, не такая сырая, то вилы хорошие. И они тяжелее. Я имею в виду, вот, по весу они тяжелее. Пробовала и вот этой лопатой копать. Видите, облегченную Лёшу покупал. Нет, лопатой вообще не вариант. Липла очень-очень сильно. Вот. Поэтому вытащила старые вилы. Вспомнила про них. Думаю, как хорошо, что я их не выбросила. И вот это все практически вскопала старыми вилами. Так что, вилы, спасибо вам громадное. Здесь лежат мешки. Камни прислонила, чтобы не улетели. Ну, а сейчас вот это корыто еще надо заполнить землей для рассады. А сейчас хочу, смотрите, какой здесь вырос щавель. Представляете? Сейчас приду, нарежу щавля и сварю зеленый борщик. Вчера сварила бульон на курице. Сейчас нарежу щавель и сварю зеленый борщик. Чтобы завтра нам было, что кушать с Лёшиком и уже не отвлекаться на готовку. Вот. Ну, а во второй день будем заниматься камином. Здесь у меня вот такая мусорка. Надо выбросить. Мешок висит. Уже полон. Завтра будем, если дождя не будет копать, а на следующий день будем заниматься перестановкой, монтажом камина, перестановкой мебели. в общем, там еще с мебелью нужно кое-что сделать с ножками. Ну, это я вам потом расскажу, когда уже будем это делать. Ну, а сейчас уже зайду в дом, попью чайку, кофейку и немножко передохну. Устала. Ну, вы такое видели? Здесь Маруська, а здесь, я уверена, Монька. Моня, тебе что, холодно? Забрался под покрывало. Моня, ты там спишь? Ты мой мальчик, ты забрался, что, тебе холодно, да? Холодно. А где остальные? Так, Шпулька здесь спит. Шпулечка, выйти, моя девочка, спишь? Ой, вот такие вот у нас такая погода сегодня, видите? Сосед спилил, видите, дубы. Вчера пилил, сегодня пилил ветки. Я вот думаю, зачем? Если я сейчас приближу, попробую. Видите, опиленные нижние ветки может быть будут ремонтировать этот дом, может его они выкупили. Вот. Было бы здорово. А домик этот на самом деле давно стоит в таком вот упадническом виде, но он крепкий. Даже там ставни, видите, как мне нравятся ставни. У мамы в родительском доме были именно ставни. Я так любила их закрывать, когда особенно гроза закрывали ставни. Вот. Неплохо бы было, если бы этот домик привели в порядочек. Он крепкий, его никуда не повело. Потихонечку может быть как-то сайдингом или кирпичом обложить. Вот. Хотя, вы знаете, мне больше нравится деревянные дома. Вот. у меня такое впечатление, что вот эти ветки опиливали неспроста. В газовой трубе они не мешали. Я сначала подумала, может быть, горгаз приехал и ну, как бы, дал указание. Нет. Дуб этот не мешал ветке. Они высоко росли. Вот у меня такое впечатление, что, может быть, будут ремонтировать этот домик. Вот. было бы неплохо. Козы пасутся. Ну, а я пойду ставить чайничек. О, красит, красит. Почти нет. Почти нет. Сделала себе бутерброды. Это вот как раз то варенье посленого. Ложка оставалась. Сейчас опять залью себе кофейек. перекушу немножко и пойду щавля нарежу. Вот. Передохну за чаем, за кофе. Потом буду Лешика ждать. Посмотрите, сколько я нарезала щавля. Сейчас хорошенько его промолу, потому что бывали такие грязные листочки. сначала хотела в дуршлаге помыть пандемамер. Надо весь поместить в воду, а потом уже дуршлаг. Где-то и лучок зеленый сорвала. Тот, чтобы осенью не выкопался. Вот. Думаю, что на бусик хватит. Красота. Ноябрьский щавель, а? Ну, вода не такая уж и грязная, хочу сказать. Сейчас вытащу в дуршлаг и пусть стекает. Тоже вот эти корзинки вообще задешево покупала в фикс-прайсе. Они, конечно, не очень хорошего качества пластмасска. Тоненькая. Ну, и стоит. Сломается куплю еще. Друзья, хочу показать вам свою беду. Стал нарывать палец вот прям на пучке. Не знаю почему. То ли я иголкой укололась, когда коврики сшивала. вот эти из жгутов. Так болит вообще прям очень больно. Намазала левыми колем такой вот мази. Вот. И отрезала. Лешек не привозил одноразовые перчаточки. Вот уже два пальчика отрезала. И в общем вот так вот спала. Не знаю что делать. Как бы к врачу не пришлось идти. Может что подскажете. Может распарить в чем-то. Я вчера даже иглой протыкала. Пыталась выдавливать. Но кровь идет какая-то синеватая непонятная. В общем вот не знаю что дальше. Видите какая фигня. Еще раз промыла. Поставила. Пусть стекает. Часика через три сварю борщик. Дальше. ложись Продолжение следует...